В оптических заболеваниях долгие процессы. Здравствуйте. Сможем мы какой-нибудь включить? Любой. Любой, да? Значит, вот к вопросу, к которому мы наконец подошли. Вот это вот аппарат, который используется при сколиозе, вот уже более локальный. Вот индуктор имеет койл 10 сантиметров в диаметре. Мы говорили про полтора Тесла, но этот аппарат может выдавать и до трех Тесла. Значит, в случае, когда... Вот подойдите поближе, посмотрите. У нас есть сколиостом и так далее. Вот индуктор может располагаться, и причем это магнитное поле, которое работает в импульсном режиме, оно не обладает таким эффектом широким, что все вокруг него, везде одинаковое магнитное поле. Мы проводили измерения при помощи физиков и обнаружили, что глубина проникновения такая, без существенного вздухания, 5-6 сантиметров. Кожный покров, подкожно-жировой слой, мышцы, окружающие позвоночный стол. У ребенка, то есть мы фактически можем экспонировать в магнитном поле узконаправленную зону. Как правило, это делается на вершине сколиотической дуги. И у нас существует методика костная, когда индуктор смещается на центр индуктора, на 2 сантиметра от остистых отростков, либо вправо, либо влево, со стороны выборности. И в этом случае позвоночник, который не только смещен фронтально, но и скручен, попадает в зону экспозиции, та половина, которую мы хотим притормозить. И вот в этом случае у нас получается уже асимметричное воздействие, узконаправленным магнитным полем, и мы можем получать уже селективный результат. Подойдите кто-нибудь, я обещал показать, как... Ну давайте я попробую. Надо, наверное, телефон... Нет, вряд ли. Телефон лучше подальше, да. И часы тоже, да? Ну не так все серьезно. Нет, но если вы говорите на трех Тесла в МРТ, вы реально часами... Вы не могли чуть к стеночке отойти? Вот к этой, к этой, да, вот-вот, мы тогда разметимся хорошо. То есть сейчас будем выращивать стилиоз? Нет, сейчас мы просто... Я просмотрю, я говорил в своем докладе, что эта процедура... Нет, что эта процедура, она не очень приятна. Вы просто своей рукой... Вот второй, она безусловна, да? Вот здесь вот, держите, где моя? Вот так. Вот снизу. Мне что ждать? Ничего не ждет, не тряхнет. Нет, нет, что? Вот так вот. И расслабьте кисти. Расслабьте кисти. Ну ничего не будет. Вот. Нет, рука не надо. Расслабьтесь. То есть импульсное магнитное поле, я, ну я вижу, мужчина крепкий, поставил на максимум, оно вызывает в мышцах наводящие итоги, вызывает сокращение. То есть изначально мы... Ну не буду больше, да? Нет, вообще ничего не приятного-то нету. Ну согласитесь, и приятного тоже такой вопрос такой сомнительный. Если он забивает, то очень... Мы еще встречу, кажется, у своего. Так вот, если у нас... Он должен надухать в свое время. Если у нас прибор, сам прибор, вот видите, генератор магнитных импульсов, есть приборы, вот старые у нас, как, есть название? Есть. Магнитно-импульсный стимулятор. Вот когда мы получили эти приборы в конце 90-х годов, мы ожидали, что мы и отростковые зоны получим противоположный эффект. Это стимулятор стимуляции. Но стимулятор он назван потому, что его использовали в неврологии. Для стимуляции как раз мышц, там, различных групп, для транскраниальной стимуляции. Когда его можно разместить над головой, я не буду проводить такие эксперименты, найти точку в коре, чтобы у вас двигалась стопа, кисть там и так далее. То есть будет задействован весь проводящий путь. То есть мы работаем здесь в костном режиме. Вот новый аппарат, который появился у нас в этом году. Если этот препарат обладает определенным, скажем, лимитом времени, сколько он может работать, вот этот больше 10 минут не работает. 10 минут, дальше он должен выключаться, он перегревается. То вот этот аппарат, это как автомобиль, он на масляном охлаждении. Его можно включать круглосуточно. Ну, видимо, круглосуточно все-таки нельзя. Мы говорили около часа экспозиции. 10 минут. 10 минут максимум. Скажите, вот аппарат... А вот как раз слабые поля по 40 минут. Что, ну, в общем-то, ну... Есть что-то новее? Или это... Это тоже выдает полтора тысяча. Этот выдает максимальное сколько. До трех тоже. Мы рекомендуем ваша терапевтическая... Мы вот экспериментально это обосновали, потому что когда опять-таки общались с биофизиками, если ты сдвигаешь параметр, ты можешь получить не тот результат, который ты ожидаешь. Ну, тут достаточно рискованный. Все эти аппараты, они сертифицированы. Имеют разрешение на территории России. Они имеют опыт применения в педиатрии. Но в основном это все-таки идет неврология. А кто их отпускает, я хотел спросить. Я не отвечу на этот вопрос. Если вы хотите получить какие-то координаты, вам есть смысл пообщаться с нашим заведующим физио-корфическим отделом, Сергеем Николаевичем Курченко, который читал у нас предпоследний доклад. И мастер-класс у него будет. Можно поговорить, я думаю, он ответит на этот вопрос. Пойдемте дальше. Можно сказать, что при разной дне конечности, ваша конечная цель, то есть вы верите в то, что вы можете?